Ну здравствуй, Автоваз! Вот ты мне скажи, что я тебе плохого сделал? В машине год. Нива 2131. Краска с крыла уже упала. Механических повреждений нету. Почему мне отказали? Почему не красите? В машине год. 13,5 тысяч пробега. Я что, где-то гоняю, что ли? Если год прошел, а через два года у меня краска вся отвалится. Почему так красите тогда? Если не можете красить, покрасьте в нормальную краску. Раптора возьмите, раптором все нивы красите. Но все нивы гниют у вас. За год краска с крыла отлезла. Че за хреновина, бля, делаете вы? Люди в нашей стране и так нищие. Покупают самые дешевые автомобили. Наши, российские. Не из-за того, что денег у людей много, а из-за того, что денег мало. Ваши отношения, я считаю, отвратительные. Потому что сборка автомобилей. Ну, сейчас, конечно, качество лучше стало, чем 10 лет назад. Взять же, опять же. Но за 600 тысяч, извините меня, 600 тысяч вам отдал, и через год у меня краска отвалилась. Мне обидно. Мне очень обидно. То, что через год краска вся отваливается. И то, что мне придется теперь самому все это делать. Почему такое скотское отношение? Взяли, отказали по гарантии. Типа, камушки побили. Именно в одном месте, почему тогда по всей арке краска не отошла. А именно в одном месте. Она слоями прям отошла. Теперь, помимо того, что я год назад вам отдал 600 тысяч, сейчас мне придется за свои деньги красить крыло. Вы молодцы. Вам большой привет. Друзья, всем привет. Приехал к официальному дилеру. По гарантии у меня отлетела краска. Где правое крыло, отлетела краска. Сейчас по гарантии хочу обратиться. Посмотрим, как АвтоВАЗ на это все посмотрит. Нас добро, чтобы перекрашивать или нет. Вот мой автомобиль. Сейчас сюда загонят. Так, ребят, смотрите, показываю свою проблему. Моя проблема вот в чем. То, что с края крыла краска отлетела. Видите, да? Видите краска? То есть механических повреждений никаких здесь нету. Но краска почему-то стала отлетать. Поэтому сейчас мы ждем, когда инженер по гарантии подойдет, все это осмотрит. Инженер по гарантии Дмитрий сегодня подошел. Сейчас делает осмотр автомобиля. Данные для завода. Фотографии. Считают автомобиль. Пробег автомобиля. Все это фиксируется для того, чтобы подать на завод. Еще одну проблему нашел. Сейчас я свет поставлю. Трубка. Холодно. Открываешь морозы. И я так понял, она сломалась. Начал дворником пользоваться. А, вон она, видите? Вот, вот где, где переломилась. Все сюда как брызнуло. Короче, качество автовазы на высшем уровне, как говорится. Ну, не знаю, по гарантии тоже пойдет, не пойдет. Посмотрим. К поводу вместительности багажника заодно вам покажу. То есть, мешок лежит. Здесь килограмм муки, сапоги. Там вон ящик с инструментом, лопаты. То есть, сами видите, багажник на 31-й достойный. На шейвике и на короткой ниве багажники, конечно, намного меньше. То есть, если даже полку убрать, все будет отлично. Вот и разница вам между шейвиком короткой нивы за счет большого багажника. Ребята, инженер по гарантии делает замер толщиномером для завода. А это для чего? Типа крашеные, не крашеные? Да, да, да. Ясно. А какие показатели должны? Ну, вообще, до 200, до 500 лет. Угу. Да, понятно. То есть, делается с каждой стороны. Машина смотрится. Капот потолще, да, как я смотрю? Он пляж играет. Ясно. Вот, ребят, смотрите, заводская краска. Какие показатели примерно. Да, вот, все, по-разному. Ну, я понял. Инженер по гарантии все показания снял. Сейчас отправляет запрос по лакокрасочному на завод. Ждем ответа. Возможно, что-то еще затребуется. Так что, будем ждать, смотреть, что автоваз ответит. Напоминаю, автомобилю год, автомобилю один год. 13,5 тысяч пробегов. Но то, что крыло с такой проблемой начало лезть, это, конечно, очень обидно. И автовазу это огромный минус. Все, ждем от него результатов. К разъему подсинили. Такую штуку, Bosch называется, считывает, которые показатели данных автомобиля. Потом все это отправят на завод. Так, ребята, что я и говорил, гарантийный случай. Вот этот шланг, который идет омывателя, все меняет по гарантии. Так что, не все плохо в этом автовазе. Сами видите, сам не катаюсь. Все, ребята катаются. Сейчас едем менять трубку омывателя. Давайте пройду, покажу вам официального дилера города Оренбурга. Что, как он здесь находится. Люди работают. Вот, пожалуйста, автомобиль стоит. Я так понял. После ДТП, что ли, в сторону всю крышу замяло. Ну, конечно, не дай бог, не дай бог такой хреновиной заняться. Вот, смотрите, какие подкрылки стоят заодно. Это калина или гранта, но без разницы. Вот такие мягкие подкрылки. В принципе, очень удобно, да? По гарантии, ребята, такой шланг принесли. Сейчас заменим здесь. Александр занимается нашей машиной. Ну, и заодно посмотрим, что под обшивкой новая машина. Вот еще саморезы тут. А, вот. Да. Вот с багажника повытаскивал мешки свои. Ох, там даже с завода шумоизоляция есть. Какая-то стоит. Так, смотрите, ребята, заводская шумка наклеена. Конечно, не до конца. Но на то он и автоваз, чтобы до конца не заклеивать. Моторчик. Шумочка. В принципе, все чисто, все у нас нормально. Здесь, где у нас трубка? Трубка вот лежит. Да. Это то есть трубочка отсюда проходит, просто ее меняете и все, да? Да. Ну, смотрите, сюда подсоединили. Сейчас здесь заизолируем и ее протянем сюда. Вот, резиночку брали, заглушку, все легко протягивается. Так что, если задумать и сами менять, в принципе, здесь все несложно. Интересно, как на Лагусе крепятся задние бампера. Вот, смотрите. Ребят, когда вставляете, смотрите, вот такая полочка. Она, пластмасска вставляется, панель. И потом уже она саморезы крепится. Самое печальное, это, конечно, боковые снимают, да? Думали, что быстро будет меняться. Чтобы поменять шланг, пол машины разобрали. Заодно сейчас посмотрим, как там за обшивка у нас дела-то выглядят. Это, смотрите, как здесь все сложно, чтобы поменять шланг. Вот так вот все происходит. Но шумка, опять же, наклеена. Опять же, есть. Не сам. Спасибо, да. Ну, не сам, это все завод. Хочу обратиться к производителю автомобиля. Если вы знаете, что так сложно шланг поменять, что надо половину машины разобрать, то поставьте вы нормальные шланги. Чего вы ставите какашу какую-то, которые рвутся, они жесткие в зимнее время. Это мое личное пожелание. Автомобиль Веста. Вот бампером человек немножко приткнулся. Бампер поджал фару. Фара лопнула. Крепления, да? Вот эти крепления лопнули, получается. Вот сейчас показка. Человек приехал и менять будет. Фара, напоминаю, 15 рублей стоит на Весту. Бампер, конечно, массивный. Прикольный. Очень такой массивный бампер. А сколько бампер стоит, не знаешь? Не смотрел? Интересно просто. Тоже подкрылочки стоят. А, ну здесь уже пластиковые стоят. Не мягкие.